Задание на съемку сюжета мы получили внезапно и уже через час были в поликлинике номер один городского поселения Софрина. Удивило спокойствие, с которым нас встретили. Тем более, что главный врач отсутствовала по причине повышения квалификации. Обслуживаем мы население городского поселения Софрина, вот этот рабочий поселок и прилегающую деревню, 11 деревень. Цифры какие-нибудь назовите, пожалуйста. Общее население по городскому поселению Софрина 19 тысяч 400 человек и около 4 тысяч у нас детей. Это большая нагрузка? Ну, если считать, что у нас 4 педиатра, 4 педиатрические участка, то нагрузка на врачей большая, потому что среднее количество детей должно быть 800 на одном педиатрическом участке, а у нас получается 900 и больше. То есть нагрузка. Очень много прикрепленного населения, которое прописано где-то, а прошивают на нашей территории, и они пользуются медицинским обслуживанием нашей поликлиники. Так, со второй фразы обозначилась острая проблема подмосковных учреждений здравоохранения. Дело в том, что большинство жителей Москвы строят себе дома и дачи в области. Летом или круглый год живут здесь, лечатся, оставаясь согласно прописке жителями столицы. Добавьте сюда лавинный рост строительства в Подмосковье, и станет понятно, какие нагрузки ложатся на врачей. Нам не хватает кадров. У нас кадры, у нас недостаток очень большой в терапевтах не хватает. И в основном, конечно, у нас уже все люди работают в основном пенсионного возраста. На 70% и врачей, и медсестер пенсионного возраста. А куда же молодежь уходит? Я вот не знаю, куда идет. Молодежь после институтов. Конкурсы в институты огромные. Каждый год кого-то выпускают. Но специалистов сюда никто не приходит. Почему-то никуда. Куда-то они все рассасываются. Вот у нас в этом году пришел молодой специалист, томатолог. Она закончила Ивановский институт и получила по программе печенье молодых кадров миллион рублей. А есть какие-то еще дополнительные стимулы для молодежи? Жильем решают вопросы? Нет, вопросы жилья это очень большая проблема. У нас кроме служебного жилья, которое вот в Пушкино есть, общежитие, ничего другого нет. И есть над чем поработать и местным депутатам, и чиновникам областного уровня. Хотя перемены к лучшему налицо. По программе модернизации закуплено новое оборудование. И оно не стоит на складе. По программе модернизации мы получили очень много нового оборудования. Биохимический анализатор автоматический. Да, очень делаем большой спектр в субиохимии. Иммуноферментный анализатор. Микроскоп получили. Морилус. Микроскоп получили. А мы два получили. Это вот только в лаборатории. Потом мы получили полторское оборудование. Что это такое? Это суточное мониторирование. АД, электрокардиограммы, местального давления. Какой год был самый тяжелый? Он в 90-х я не работала. Вы там не работали? Я не работала. А был у вас момент, что хотелось поменять работу? У меня лично нет. Но я, наверное, в медицину пошла по призранию. Поэтому у меня вот конкретно не было. А когда вы почувствовали, что стало легче? Тогда легче? Ну, в плане оборудования, наверное, конечно, с 2011 года. И все же главная ценность – это люди. Врач-педиатр Каштанова Ольга Анатольевна в поликлинике работает больше 25 лет. А ее ассистент – 45. Через ее руки прошли тысячи детей. Секрет ее взаимопонимания с детьми видно сразу. Добрый, скромный человек, с такой же светлой душой, как у своих маленьких пациентов. Вот вас очень хвалят родители. Говорят, что вы можете найти с детьми язык. Как вы это делаете? Ну, просто к ребенку относишься как к личности, практически как к взрослому человеку. Разговариваешь с ним серьезно. Так оно и есть на самом деле. Дальше, дальше. Есть мамы, которые относятся как к малышам глупеньким, посюсюкать. Так вот, ну, я как-то как к серьезной личности отношусь к детям. Ой, давайте не надо интервью. Вы стесняетесь? Конечно. А почему? А детей не стесняетесь, не боитесь? Нет. Вот скажите, когда ребенок очень маленький, вы от каких лет вообще принимаете? С рождения, как вот выписались из роддома и ведем до 18 лет. Иногда получается, что уже мама там 16, 17, 18 родила и состоит на учете у нас мама как ребенок, ее ребенок как ребенок. И такие случаи бывают. Хороший доктор. И мы выросли с этим доктором, да, все детские болезни прошли, да. И сейчас ребенок вот растет, мне нравится. Она внимательна. Достаточно врач, она очень хорошо смотрит. На все обращает внимание. Может, даже я чего-то там не вижу, она там заметит, увидит. Всегда посмотрит. Никогда не отказывает. Вы говорите, что даже позвонить ей может? Да, я звоню, у них есть телефон. Да, есть телефон, да, тоже консультируемся. И она всегда трубку берет? Ну, берет медсестра. И медсестра очень хорошая, Галина Васильевна, Юлия Данатория. Ой, а Галина Васильевна вообще стоит у... Мы здесь не так давно, но я считаю, что нам тоже с доктором и с медсестрой нашей очень повезет. А вы пробовали где-нибудь в столичной клинике, там, или анализ сдавать, или лечиться? Можно сравнить? Можно, конечно. Мы из Матища вообще приехали сюда. У меня старший сын в Матищинской клинике приходил. Ну, не знаю, тоже... Ну, здесь, не знаю, мне этот доктор всегда отвечает. Везлию никогда нет. Даже если торопится, все равно останется. Вот, бывает, он не успевает с работы, прибежишь, у них уже заканчивается прием. Она всегда останется, всегда выслушает ребенка. Конечно, ответственным отношением к делу можно добиться многого. Казалось бы, что сложного телевизор с мультиками поставить, стульчики специальные и вазочку с конфетками. Но за всем этим ежедневный кропотливый труд, как бы это банально не звучало. Нам рассказывали, что главный врач женской сумочки прятала гвозди, чтобы не растащили во время строительства площадей, которых сейчас так не хватает. Давайте представим себе, что рядом с вами вот здесь губернатор. Вот так. Есть к нему просьбы? Губернатор? Да. Уважаемый Андрей Юрьевич, давай. Хочется иметь здание новой поликлиники, больших площадей, и чтобы все-таки молодые специалисты к нам приходили и работали. И платежь. Вот что самое главное. Хотели снять про клинику, а получилось про хороших людей, которые действительно переживают за свое дело. И даже у губернатора просят не зарплату, а... Мы фильм снимаем для участия в областном конкурсе. Возможно, что если ваше учреждение завоюет приз какой-нибудь в этом конкурсе, то у вас будут... Вам выделят средства. Куда бы вы их истратили? На реорганизацию детского отделения, потому что площадей мало, поликлиника старается как может, нам, в общем-то, отказа ни в чем нет, чтобы детство не попросило, нам стараются приобрести, помочь. Но все-таки вот деньги вложить еще здесь, видите, у нас вот кабинет, регистратура, вынести что-то, что-то. Вложить в детство есть куда. А на зарплату не хотите? Зарплату, да в принципе, нас тут все же не обижают зарплатой. Врач и учитель, это профессия такая, это должно быть от души. От Бога. От Бога, да, это именно профессия от Бога, которая вот у него ведут. Потому что если не будет у человека души, никакие знания не помогут. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»